В середине октября Тамбовская городская дума выступила с инициативой объединения областного центра и ряда поселений при Тамбовье. Речь в частности идёт о территориях Цнинского, Бокинского и Покровопригородного сельсоветов. Теперь этот вопрос обсуждают с населением. Публичные слушания уже прошли в областном центре. Теперь право высказаться есть у жителей села Покровопригородное. Глава местного сельсовета выступил в поддержку инициативы. Самое главное, что это недостаточность финансирования и невозможность, так сказать, все наши потребности каким-то образом с привлечением каких-то денежных средств федеральных, областных или ещё каких-то реализователей. То есть у нас сейчас вся привязка идёт к количеству жителей. Чем нас будет больше, тем и финансирование будет больше. В частности, как отметили на слушаниях, за счёт потенциального увеличения финансирования в селе удастся решить проблему общественного транспорта, а также уделить внимание благоустройству и дорожным проблемам. В частности, как отметил глава администрации Тамбова Максим Косенков, около 20 миллионов рублей по предварительным подсчётам планируется направить на ремонт и строительство дорог в Покровопригородном. Мы, когда рассматривали возможность выхода с такой инициативы, когда она обсуждалась предварительно и у главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова, мы говорили о чём? О том, что объединить все ресурсы, которые есть, и ресурсы города, и ресурсы области, в том числе пусть небольшие, но прежде всего человеческие ресурсы, которые есть у сельских населённых пунктов, для того, чтобы развивались территории. Вопросы, которые волновали самих жителей, в первую очередь, что будет с землями сельхозназначения и смогут ли местные получать льготы, которые предусмотрены для жителей сельской местности, если территория войдёт в состав Тамбова. Эксперты подчеркнули, что в этом плане в селе ничего не изменится. Я хочу гарантировать вам и совершенно ответственно заявляю, что всё то, что действует у вас сейчас на территории, оно будет перенесено и применено в новых документах, которые относятся к городскому округу. Но опять же я делаю акцент на том, что это при вашем положительном решении. По регламенту, в ближайшие дни предложение, высказанное в ходе обсуждения, должна обобщить комиссия по организации публичных слушаний. После этого резолюцию предстоит рассмотреть местным депутатам. Напомним, подобные слушания необходимо провести на каждой из территорий, участвующих в процессе предлагаемого объединения с Тамбовом. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Евгений Мещеряков. Область новостей.